Страница пятая. Больше, чем любовь. Инна Леснянская и Семен Липкин. Каждому поэту своя страница, но эти двое идут только парой. Их поэзия пропитана реальными чувствами друг к другу. Стихи Инны Леснянской и Семена Липкина читают, хотя нет, играют на сцене филармонии артисты камерного театра. В новом проекте Елены Кузьминой они обосновались практически с самого начала. Я так редко обращаюсь к поэзии, но у меня есть какой-то небольшой круг поэтов. И из этих любимых поэтов небольшое количество стихотворений, которые я хочу и учить, читать, и вспоминать. Благодаря календарю я расширяю этот круг и узнаю о каких-то поэтов, людях, судьбах. Июньская страница календаря богата на поэтические имена. Анна Ахматова, Арсений Тарковский, уже упомянутые Инна Леснянская и Семен Липкин, Константин Бальмант, Давид Самойлов и, разумеется, июньский Пушкин. Однако это не все будут сюрпризы, о которых не знает даже создатель проекта. Елена Кузьмина тоже июньский именинник. Коллеги готовят ей свои поэтические подарки. Еще неизвестно, что камерный театр какой сюрприз преподнесет. Единственный неприятный сюрприз преподносит погода. Изначально июньскую страницу календаря хотели ставить под открытым небом у дома Милютина. Однако этим летом природная поэзия непредсказуема. Поэтому спектакль перенесли на традиционную сцену – филармонию. К артистам филармонии и камерного театра также по сложившейся традиции присоединятся ученики детских театральных студий. Такая вот своеобразная сборная по стихам сложилась за полгода совместной работы в проекте. Поэтический календарь уходит в отпуск, но это не значит, что июль и август останутся не у дел. О них артисты обязательно расскажут в сентябре. Осенью новый проект филармонического собрания откроется вновь и вновь. Зашелестят страницы поэтического календаря. Зашелестят они в 20-х числах сентября. Перелистывать их начнут одну за другой, чтобы нагнать неумолимое время. А это значит, что и для зрителей, и для участников проекта осенью наступит жаркая поэтическая пора. Когда ты погружаешься в этот мир бесконечной поэзии и всего, он тебя настолько засасывает и одухотворяет. Уже на жизнь смотришь другими глазами. И мне кажется, это очень хорошо, это действительно хорошо. То есть такое, какое-то перерождение происходит. Перерождается и сама поэзия. Поэтический календарь заставил череповчан по-новому взглянуть на классику. Открыл современных авторов. И, безусловно, будет это делать и дальше. На следующий год, конечно, хочется повторять. Может быть, не все в таком объеме. Частично, какие-то части. Тут мы поставили кучу маленьких спектаклей поэтических. На самом деле, которые можно тиражировать и нужно тиражировать. А пока артисты поэтического календаря готовят самый настоящий поэтический эксклюзив. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.